Привет! Если падает молния, она идёт к заземлению, потому что земля — это заземление, и энергия как бы полностью исчезает. Но на самом деле энергия как бы не исчезает, она переходит в другое состояние. Энергия превращается как бы в другую энергию. Например, звуковая энергия может превратиться в электрическую или электрическую энергию, звуковую энергию, или свет в электричество, или электричество в свет, ну, тепло, электричество, из электричества, тепла. Таким образом, энергия молнии, она превращается в энергию как бы вулкана, да? То есть примерно одна грозовая туча, одна большая гроза, она даёт энергию примерно в взрыв атомной бомбы. Ну, столько энергии как бы вырабатывается в этом, ну, обычном грозовой туче. Вот столько энергии мы получаем. И как использовать эту энергию молнии для нужд человечества? Итак, чтобы энергия не ушла в заземление, просто надо её как бы поймать, ну, молнию поймать, поймать, чтобы она не ушла в заземление, то есть изолировать заземление. Таким образом, можно поймать энергию молнии над поверхностью земли с помощью специальных каких-нибудь приспособлений. Например, каменный уголь в древности мог изолировать энергию молнию благодаря содержанию метана. Такие углеродные плёнки можно использовать и в наше время. Ну, например, используя битум и какие-нибудь газы, например, метан, создать наподобие каменного угля, чтобы изолировать энергию молнии, чтобы энергия молнии распространялась по поверхности земли. И энергия, которая распространяется по поверхности земли, она замыкается с древесными углями, создаёт водород. То есть, этот водород мы можем уже использовать для зарядки сотовых телефонов, для зарядки автомобиля, для зарядки топливных элементов, для зарядки топливом космических кораблей, для дальних полётов, например, с Земли до Марса. Ну, таким образом, мы просто будем эту, как бы, энергию молнии превращать в водород и сохранять её в небе. Далее, спектральным путём из протия создаётся тритий. Тритий — это источник нейтронов. То есть, обычный атом водорода, как бы, состояние трития, она содержит два тепловых нейтрона. А одна молёкула водорода, то есть, два атома водорода, она содержит четыре тепловых нейтрона. То есть, это источник, как бы, нейтронов, да, которые мы можем использовать. Например, углерод, она при горении создаёт только один этот тепловой нейтрон, выдаёт. Ну, как бы, из изотопа углерода 13 мы получаем изотопа углерода 12. После того, как она сгорает, древесные угли, и превращается углекислый газ. Так. И на небе, наверху атмосферы, она сохраняет себе эти... От солнечного света энергию в виде этого гамма-кварков, гамма-излучения. И она, как бы, эти энергии, как бы, сохраняются и превращают новый тепловой нейтрон. Далее она спускается на землю, соединяется с водой, СО2 соединяется с H2O и превращается в гидрокарбонат. И выводит, создаёт энергию, как бы, да. Эта энергия и падает на землю в виде молнии. Поэтому всё, что мы создаём, как бы, эти... В каждой квартире готовим пищу, сжигаем метан, там, ездим на работе, топим печки этим каменным углём. Мы всегда создаём, как бы, новую, как бы, молнию, да, энергию молнии из химии. И вся эта энергия в виде молнии падает на землю, и мы, как бы, её сохраняем над поверхностью земли. И так она, распространяясь по поверхности земли, создаёт водород. И от иголок растений она создаёт озон. То есть мы создаём атмосферу, создаём кислород. И при замыкании древесных углей с этим древесных углей мы получаем не только водород, но и гидрокарбонат, а неон гидрокарбонаток, которые, как бы, становятся удобрением для почвы. Такой же бикарбонат падает с неба, с дождём, когда происходит соединение воды и углекислого газа. Таким образом мы получаем много удобрения в виде гидрокарбонатов и в виде водорода. И что ещё можно из всего этого извлечь выгоду? В моём канале постоянно я говорю только об этом, но вчера я сделал такое странное открытие. Оказывается, озеро, оно становится массой. Ну, на время становится массой, потому что озеро тоже стоит над каменным углём, где изолятор молнии. И там, где озеро, растут растения. Ну, вокруг озера растут растения. И растения, которые растут под водой, они тоже имеют иголки. Ну, листья там, хвои имеют свои, такие маленькие иголки. И что это может, как бы, означать? Или для чего это всё сделал Бог Ягова? Ну, чтобы там, под озерой. Оказывается, там тоже происходит, как бы, ну, вроде свечение, что ли. Тоже энергия, как бы, от земли входит в воду, под воду. И от всех растений, как бы, начинается выходить энергия. Энергия молнии выходит от растительных иголок. Растения, они, как бы, более, как бы, электропроводны, чем вода, чем чистая вода. Ну, как бы, чистая вода не очень хорошо проводит ток, а растения, они через себя проводят электричество. И что это создаёт? Энергия, которая вылетает под водой от иголок растений, она втягивает минусовые, минусовые электроны. Эти минусовые электроны от земли, от леса, от поля тянут в водород. Потому что водород – это катион, да? То есть, плюсовой водород, она тянется к растениям. И вот, у меня вот такой вопрос. Выходит ли водород от иголок растений, обогащая воду водородом? Скорее всего, да. И таким образом мы, как бы, получаем озеро, обогащённое водородом. Именно эти растения, как бы, они своей иголкой, как бы, обогащают озеро водородом. Плюс растения тоже сами, как бы, впитывая в себе много водорода. Дальше что происходит? Озеро, оно как конденсатор, потому что она большая масса, да? И когда энергия заканчивается, ну, как бы, дождь проходит, все растения, как бы, в поле, в лесу от своих листьев создают озон, и энергия заканчивается, а на озере остаётся. То есть, озеро уже начинает давать плюсовую энергию. Энергия плюсовая, как бы, уже идёт к полю, к лесу, вот. И она идёт через, опять же, через растения. То есть, растения начинают от своих иголок давать энергию минус. Минус, минус энергия выходит, как бы, от этих иголок. И тогда от леса, от поля она начинает втягивать эти анионы гидрокарбоната. Опять же, к воде. Или, может, она не выходит в воде. Скорее всего, она не входит, потому что молекулы этого намного больше. И некоторая часть водорода либо обратно входит через этот, через игла, или, может, не проходит. Но это уже, наверное, не очень-то важно. Главное, что мы получаем озеро, обогащённое, как бы, водородом, да. Именно такая вода, она становится живой водой. Живая вода. То есть, живая вода должна быть обогащена этим водородом. И ещё там происходит ещё, не знаю, какие вещи с этим. Если есть такое понятие, как структура воды или структурирование воды, наверное, там что-то, наверное, и происходит. Об этом смотрите моё видео и смотрите видео Кир и Кит. Там я рассказывал, почему киты выбрасываются на берег. Это всё происходит точно по этой технологии. Итак, смотрите мои видео и наблюдайте за изменениями. И, как бы, тоже сами изучайте и делайте открытие, выкладывайте в YouTube. И если вы сделаете открытие и будете выкладывать в YouTube, то я обязательно добавлю эти видео в свои плейлисты. И если вы думаете, что всё, что нужно, открыто, всё уже открыто, то вы, как бы, не думайте так. Потому что то, что я рассказываю, это только начало, да? Только фундамент. А потом уже начинается, как бы, дальнейшее внедрение. Потому что многих вещей я, как бы, не понимаю и не знаю. И, как бы, открыть-то не могу, потому что там какие химические элементы происходят в растениях, какие происходят, как бы, новые элементы, допустим, в рыбах, я этого всего не знаю. Поэтому это всё, как бы, поле для открытия остаётся свободным именно для вас. Возьмите любое растение и посмотрите, ну, как бы, её, как бы, форму, как она устроена. Если, например, растение, как бы, имеет вот такие маленькие семена и вокруг она обёрнута листом, да? Лист, как бы, она становится круглым и она сохраняет, как бы, энергию. И в этих маленьких кругах она втягивает водороды, гидрокарбонаты. И тогда она должна стать, как бы, большим, ну, большим. И это всё надо исследовать, понять и попробовать на вкусовые рецепторы. Ну, как она, как она, как бы, пахнет. Всего этого надо узнать, понять. Поэтому поле для дальнейших открытий огромное, вообще огромное. А мир, которым мы живём, она, эта фундаментальная наука, она вводит людей в заблуждение. Она, как бы, неправильно объясняет. Она, вроде, объясняет, но объясняет она то, что видит своими глазами, а не так, как должно быть. Например, в науке говорится, этот, например, кактус имеет иголки для собственной защиты, да? Это, как бы, неправильно. Кактус имеет иголки для создания озона и для того, чтобы втягивать в себе водород. Если она втянет водород, надо её высушить и использовать кактус как топливо, да? Как водородное топливо. Можно же попробовать? Можно. Итак, делайте свои открытия, исследуйте. И если вам угодно приехать сюда, в Якутии, то можете смело приезжать. Потому что только здесь, у меня, в Чуропче, есть изолятор молнии действующий. Можем пойти и, как бы, исследовать эту землю. Нужно сделать множество, как бы, приборов. И измерить, как бы, напряжение. Найти, как она всё работает. Итак, смотрите мои видео и, как бы, приближайтесь. Откройте свой ум для изолятора молнии «Каменный уголь». Спасибо за то, что смотрите мои видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!